Привет, друзья! Моё сегодняшнее размышление, наверное, будет больше посвящено тем, кто уже познакомился с наукой Каббала и пытается её практиковать в среде единомышленников физически, виртуально, неважно. Ну или даже если вы ещё не приступали, я думаю, что это будет тоже вам интересно. Я хочу поговорить о том, как чувствовать всё время себя радостным и счастливым на духовном пути, как делать эту работу с удовольствием, несмотря на то, что духовная работа выше человеческих сил, несмотря на то, что её нужно делать постоянно, регулярно, стремясь каждую секунду выстраивать связь с Творцом. Как же это делать в радости? Как всё время чувствовать важность и увлекательность вот этой цели, к которой мы движемся? Потому что так не происходит всегда. Как только мы обновляемся, то мы чувствуем себя просто абсолютно пустыми, как чистый лист, и нужно как бы заново это всё выстраивать. И наша первая реакция, как правило, это просто сидеть и ждать. Вот мне как-то пустно, мне как-то неинтересно, и всё валится из рук, может быть, и я вообще переживаю, какая у меня жизнь не устраивающая меня. И вообще всё как-то серо, тускло, и погода ещё, и вообще у меня там куча всяких дел накопилось, к которым я никак не могу взяться. Чтобы чувствовать себя счастливым, уверенным, радостным, мне необходимо быть проводником. Проводником высшего света к другим. Точно так же устроен наш организм. Когда мы едим какие-то вкусные блюда, то мы же на самом деле наслаждаемся не животом, а мы наслаждаемся с помощью тех рецепторов, которые находятся у нас во рту. Мы чувствуем вкусы различные, их сочетания, мы наслаждаемся. Мы наслаждаемся именно, когда пища проходит через наш рот и идёт дальше по пищеводу в живот и дальше в желудок и так далее. То есть, по сути, мы наслаждаемся процессом, а не тем, что вот пища упала в живот и таким, ой, как приятно, как хорошо. Нет, так не происходит. Наш мир – это следствие духовного, и поэтому то, как устроен наш организм, как устроена наша жизнь – это отображение тех процессов, которые происходят в духовном. Поэтому, если мы хотим чувствовать удовольствие, наслаждение, силы, подъём, энергию, радость, то нужно вспомнить о том, что мне необходимо встроиться вот в эту позицию проводника и что-то кому-то передавать. А на самом деле известно, что и кому. Нам необходимо передавать духовное пробуждение, духовную поддержку, духовные силы своим единомышленникам, которые точно так же находятся в этой работе и готовы от меня это принять, и которые, на самом деле, очень в этом нуждаются. И поэтому мы, собственно, и работаем в десятках, мы работаем в группах, у нас есть множество всяких проектов, мы стараемся всё делать вместе. Не потому, что это проще, на самом деле это не проще, а именно для того, чтобы у нас было как можно больше поводов взаимодействовать и друг друга вдохновлять. Есть множество способов, как это делать внутри, внешними действиями, словами, вербально, да, и так далее, и так далее. Но от этой работы нам не уйти. Если мы хотим действительно двигаться не из-под палки, это очень неприятно, это очень изматывает, а именно бежать к цели с удовольствием. Поэтому, как только мы проснулись утром, мы должны вспомнить о том, что ждать нам нечего, потому что в духовном, между прочим, времени не существует. Я сам определяю, как я буду проходить духовные состояния, я сам определяю этот отчёт. Поэтому всё, что мне нужно, это оглянуться по сторонам, посмотреть, где там мои единомышленники, и начать делать шаги в сторону того, чтобы им отдавать свет или силу Творца. Во мне нет этой силы, не должно быть. Я лишь тот, кто запускает этот процесс. Обращается к Творцу, к этой силе, и дальше уже в виде разнообразных форм внутренних и внешних передаёт её дальше. И так мы действуем всегда по отношению друг к другу. И это получается такой вот процесс сообщающихся сосудов, или по-другому можно назвать это поручительством, когда каждый воздействует на каждого. И таким образом у всех есть сила двигаться вперёд с удовольствием. Если у вас есть что сказать по этому поводу, может быть, у вас есть какие-то приёмчики и тому подобное, пожалуйста, делитесь в комментариях. А так, спасибо за внимание и до встречи в ближайшее время. Спасибо. 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 Спасибо.